Вот повезу лепешечки мужу на дачу, Толику, Иринка там, себе приготовила пюре и Коля привез мне щучку, сделала щеку в сметанном соусе, жарила с мукой и добавила сметанки с водичкой. Поела уже немножечко, так сейчас они остынут, одну я уже попробовала, сейчас остынут и половину конечно же я отнесу кирюшке с Катей. Здравствуйте, друзья, вы на канале Уютное Чаепитие, с вами я Ирина Резвая, вот только-только закончила выпекать мои лепешки с сыром, с луком, духовка еще горячая, только-только прибрала, газовую плиту обтерла, завтра я еду на дачу. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 как переночевать. Все остальное мы выносим. Ребята, говорит, будут ночевать в бане. Хорошо, баня не разобрана, но тепло. Печки нету, отопить не надо. Тепло. Но если что, обогреватель поставят, там все закрывается. Все выносят. Хлам, говорит, сразу. Там, говорит, хлам-то такого нету. Но, говорит, какие-то железки, то, что деревянные, потом распиливать будем. В общем, друзья мои, видите, как я тараторюю. Я до сих пор не могу понять, что все это началось. Где потом фотографию мне выслал. Я отдала телефон. У него есть телефон. Еще один без сим-карты. Говорю, это Иринке. Пусть все снимает, как приехали, как чего. Но они там с Толиком еще работают. Поэтому не все снимают. Хотя бы чуть-чуть. И я в таком состоянии. Для меня этот ремонт вроде ожидаемо. Что сейчас уже будем делать, делать, делать. И вроде бы как-то неожиданно. И я говорю, Коля, а как начинать? А чего? Он говорит, да я все знаю. Конечно, будет и Миша помогать, и Толик помогать. Что-то я сижу такая непонятная какая-то. Все, видите, вот тараторю. Вот. И собираюсь, короче, завтра ехать. Так, почему завтра? Потому что... А, завтра с утра я поеду. Вот. Почему завтра с утра? Потому что мне надо в воскресенье быть здесь. Завтра с утра, суббота. Ребята выйдут тут постираться, намыться по-хорошему и снова туда уезжают. Потому что, ну, никак без... Все равно без помощи никак. В общем, в общем, работы много. Машину шлака привезли. Вот эти бетонные чушки, на которых дача будет стоять, будет все вытаскивать. Ой, работа, непочатый край. Я говорю, так главное, я говорю, наверное, дачу-то поднять. Он говорит, поднять главное. Говорит, а там потом полы, и все это. Все по чуть-чуть, по чуть-чуть. Вот. Он насчет этого спокойный человек, а у меня кипиш. Я не привыкла к таким ремонтам. Я просто не представляла. Я все думала, будем делать, будем делать. А когда настало время делать, вроде бы и не касаюсь ничего, да? Вроде бы и не касаюсь. А все равно. Смотрю на погоду, у нас ветерок. Вчера был дождик немного, сейчас какой-то ветерок. Не знаю даже, как одеться. Сейчас посмотрю, сколько градусов. Пойду к детям. И не знаю даже, как мне одеться. Ну, курточку все равно надо. Я вчера вечером ходила в магазин молока, покупала, да, масло сливочного. Ничего не снимала, потому что ветер. Думаю, буду идти, и будет задувать, звук будет плохой. Вот. Дома одна, конечно, непривычно. Тут у меня Кирюша ночевал. Когда он у меня... А, да, вчера он ночью у меня и ночевал. Потому что позавчера, друзья мои, у меня давление сильно-сильно подскочило. Я по рекомендации, значит, как мне сказала доктор, это, ну, когда вот я, когда все это обследовалось, это у меня было и давление, и этот коронавирус несколько раз подряд. В общем, мне сказали, что раз так скачет давление, как только больше 140 или 140, сразу принимать вот такой-то, такой-то препарат. Ну, я и приняла. И, представляете, у меня давление начало резко падать. Оно бабах-бабах. Я не буду говорить, какой препарат, ну, кто его знает, там вдруг нельзя. Ну, приняла целую таблетку, и давление упало. Ну, сначала 120-то нормально, потом у меня уже, уже до 100, потом у меня уже тошнит, мне голова кружится, я измеряю, у меня уже меньше 100, и я понимаю, что я уже говорить почти не могу. Набрала номер телефона, хотела тут позвонить, что посоветоваться, что мне сейчас делать-то, в голову не приходишь, что скорую-то вызывай, да? И все, я понимаю, что мне нехорошо. Единственное, что смогла набрать Коли и сказать, что Коля, мне плохо, я вызываю скорую. Он тут же позвонил Кирюше, Кирюша с тренировки прибежал, у него закончилось, прибежал. Я вызвала скорую себе, скорая приехала быстро, и пока туда все, они мне померили, у меня давление уже нормализовалось. Ну, я им объяснила, говорю, вот так и так, очень сильно начало падать давление. Они мне сделали кардиограмму, давление повышается, они мне даже таблетки никакой не дали, ни укола, говорит, не надо. Говорит, если будет плохо, то вызывайте скорую, а так, говорит, больше этот препарат никогда не пейте. Он говорит, сейчас, говорит, может и погода меняется, но это было вот позавчера, да, позавчера это было, потому что Кирилл ночевал, вчера утром пошел в школу. В общем, сглупила, вот, ну, я как послушала, она говорит, если что, говорит, вы чувствуете, что вот голова болит, лучше выпейте обезболивающее, а если уж совсем давление поднимается, 140, говорит, это нормально в вашем возрасте, ну, вот видите, кого слушать. Вот, говорит, если уж совсем плохо, давление сильно-сильно уже поднимается, до 150, там, 160, ну, как там, я не понимаю, выше 140, то, говорит, четвертинку этого препарата выпейте. Говорит, не надо, у вас, говорит, резко давление упало, но как-то вот оно, как так вот получилось, да, оно падает, 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 я уж думала, я говорю, девочки, ну, простите, пожалуйста, я думаю, может, у меня этот аппарат у меня не работает, ну, у меня, правда, говорю, уже там 90 с чем-то, 96, что ли, ну, это страшно, я же чувствую, что мне плохо, тошнит, они же на меня смотрят, видят, что что-то не то. Вот, а она смирила мне моим аппаратом, говорит, нет, все нормально, ну, говорит, такое бывает. В общем, вот так вот давление у меня. Не люблю я вот эти вот все скорые, вот эти давления всякие, эти болезни, прям терпеть не могу, меня это выбивает из колеи, потому что какие-то планы все равно строишь, да. У меня такая красота испеченная, сейчас детям отнесу, потом в кулечек соберу и завтра поеду. Поеду, не знаю, друзья мои, завтра я выпущу ролик или нет, потому что там связи нет, поснимаю. Я говорю, Коля, тебе хочется посмотреть вот весь этот процесс, он говорит, ну, а тебе, говорит, тогда надо там пожить, говорит, где, как, говорит, и комнату разберем, там тоже еще задача, ведь все это вынести надо, а сейчас дожди, он что мог там укрыл, ну, в общем, такое вот все. Видите, я не привыкла к этому всему, надо взять себя в руки, и все, ремонт начался, меня к этому делу, конечно же, никто не подпустит, кто подпустит женщину, да, к строительному делу, там уж потом красить чего, да, знаете, порядки наводить, но начало положено, начало положено, слава богу, конечно, деньжища надо очень много, такой пиломатериал дорогой, такой этот брус дорогой, это вообще, я говорю, людям хочется строиться, да, хочется наследство что-то, кому-то оставить, да, жить самим еще хочется, вот видите, ну, ничего, ничего, все строятся, и мы ремонт сделаем, тем более там, ладно бы, она бы стояла бы на земле, а там все-таки на этих вот, бетонных этих чушках, значит, Коля говорит, я подниму еще, говорит, ее сантиметров, может, на 30, и это надолго, уже если, говорит, мы ее поднимем, то это уже будет надолго, потому что эта дача при нас уже, при нас-то она уж сколько, господи, не с 15-го, или с 14-го года она у нас, вот, да еще у хозяев у прежних, сколько она была, надо приводить в порядок, потом будем смотреть, чем ее отбивать, но сначала Коля ее будет утеплять, конечно же, чтобы можно было приехать, и зимой можно было приехать, зимой там дороги есть, ну вот, мечтали о доме, хотя бы, знаете, сейчас хотя бы дачу отремонтируем, это уже хорошо. Я вообще смотрю, когда вот кто-то делает ремонт, старается, ведь, да, люди, видно, что, ну вот, стараются, работают там, или там даже на пенсии, что, но все равно они как-то изыскивают какие-то средства, и все равно делают, потому что, когда что-то делаешь, да, и жить дальше хочется, и для кого-то жить хочется, не только для себя, вот, это Коля говорит, это Кирюша достанется, и все-таки дача, да, в общем, такие далеко идущие планы, мы в такой строительной эйфории сейчас, но это я, это я, он-то уже к этому делу привык, тут он будет делать уже для себя, так, ну а я собираюсь, друзья мои, собираюсь я на улицу, я не знаю, что у нас за погода такая странная, все такое зеленое уже, но ветер, 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 хоть бы дождика не было, так что, если, да, наверное, не будет выпуска, потому что, завтра, наверное, не будет, потому что, ну и ладно, не будет и не будет, да, увидимся в следующий раз, потому что, ну, до Ларисы надо было вчера съездить, она мне такую книжку у мамы попросила, красивую, с красочными картинками, вкусной и здоровой пищи, кто это мне звонит, муженек у меня звонит, друзья мои, да, Колюшка? Коля позвонил, договаривались, как чего, когда поеду, в общем, ладно, буду я собираться к ребятам, время уже полшестого, пока прохожу, пока то все, и спать пораньше, ложиться, и пораньше мне завтра уехать, выехать пораньше, провести там целый день, может быть и завтра вернусь, посмотрим, ладно, друзья мои, вот такой коротенький ролик у меня сегодня, рассказала, как дела, там вот потом посмотрите, кому интересно, как это все это у нас начинается, все, всем пока, до встречи, пока, 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 Продолжение следует...